Здравствуйте, это программа «Поговорите с доктором». Меня зовут Дарья Шулик. Артерии – это сосуды, которые переносят кровь от сердца ко всем органам человеческого организма. Сонная артерия является самым крупным и главным сосудом в системе. Она транспортирует кровь от сердца к мозгу и обогащает достаточным количеством кислорода клетки головного мозга. Поэтому очень важно, чтобы состояние сонной артерии было хорошим. О стенозе сонных артерий поговорим сегодня с нашим гостем. Жалковский Александр Владимирович – врач-сердечно-сосудистый хирург, кандидат медицинских наук, заведующий отделением сосудистой хирургии Ростовской клинической больницы Южного окружного медицинского центра ФМБА России. В 1994 году окончил Ростовский государственный медицинский университет. Имеет высшую квалификационную категорию – специализации и усовершенствования по общей сердечно-сосудистой хирургии, ангиологии, УЗИ-диагностике. Сертифицированный специалист по сосудистой и рентген-эндоваскулярной хирургии, ультразвуковой диагностике. Активно занимается исследовательской работой, опубликовал 66 научных работ, является автором одного патента и одного изобретения. Принимает активное участие в работе международных и всероссийских конгрессов, съездов и конференций. Отличник здравоохранения. Является членом правления Российского научного общества интервенционных кардиоангиологов. Александр Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте, Дарьяна. Александр Владимирович, давайте перед тем, как перейти к той проблеме, которую я озвучила раньше, разберемся, что за орган такой сонной артерии. Название у него такое своеобразное – сонная артерия. Для чего он нужен? Какова функция и какова роль в организме у этого органа? Ну, на самом деле, это парные артерии, их две, левая и правая. Как раз мы сейчас видим. И они, да, это вот правая, видим. Они отходят от главного сосуда организма, то есть от аорты. Аорта отходит непосредственно от сердца. И это самые первые ее ветви, самые основные. Две ветви, правая и левая, общие сонные артерии. Вот. Каждая из них делится на внутреннюю и наружнюю. Наружняя отвечает за кровоснабжение лица, шеи, головы. Вот. А вот внутренняя никаких веток не отдает, кроме непосредственно прямо в головной мозг. Отвечает за кровоснабжение, соответственно, правой или левополушария головного мозга. То есть, действительно, орган очень-очень важный. Ну, да. Переоцените его важность. Невозможно. Да. Что же такое стеноз сонной артерии? Что представляет это заболевание? Особо каково его течение? Ну, стеноз – это медицинский, конечно, термин. Грубо говоря, это сужение. И чаще всего оно связано с атеросклерозом. Вот. Сужение может быть небольшим. Просто оно показывает, что уже в организме есть процессы атеросклероза. Вот. А может быть значительным, вплоть до критических стеноз, так называемым. Грубо говоря, просвет получается, как ушко иголки. Вот. И в этой ситуации могут быть проблемы с кровоснабжением органа. Ну, в данном случае это головной мозг. Если это будет, например, артерия сердца, коронарная артерия, соответственно, будет ишемия миокарда. Если это будет, например, артерия нижних конечностей, то будет ишемия конечностей. То есть такой универсальный механизм, связанный в основном с атеросклерозом, в подавляющем большинстве случаев. Ну, стеноз – вот такой достаточно часто употребляемый у нас термин. При всех исследованиях указывается процент стеноза. То есть от этого зависит в дальнейшем тактика и стратегия. А вообще как часто сейчас встречается это заболевание? Ну, к сожалению, это заболевание встречается все чаще, поскольку распространение атеросклероза в принципе увеличивается. Вот увеличится продолжительность жизни, вот уменьшается физическая активность, вот получаются другие факторы риска развития атеросклероза. Из-за этого все чаще и чаще мы видим это, причем не только у мужчин, для них это характерно, но и у женщин тоже. То есть все равно более подвержены этому заболеванию мужчины? Все-таки да. Но это заболевание возрастное или все-таки в молодом возрастении встречается? Определенный есть определенный возрастной, например, ну после 40 лет, хотя первые проявления атеросклероза в виде выпадания в стенку сосудов холестерина, они встречаются даже у детей. Поэтому просто это с течением времени прогрессирует, где-то с 45 лет уже можно ожидать, при наличии других факторов риска, вот таких каких-то проявлений атеросклероза. К сожалению, сейчас атеросклероз, вернее, молодеет, и мы видим инфаркты в 35-летнем возрасте, я имею в виду инфаркты миокарда, ну и инсульты, к сожалению, тоже. Если говорить о факторах риска, да, кто в группе риска, если мы убираем возрастную категорию, что еще на это влияет? Помимо возраста, мужского пола, мы уже сказали, длительная артериальная гипертензия, то есть гипертония не лечена, соответственно, просто механически, честно говоря, воздействие изнутри на стенку сосуда приводит к тому, что там появляется микротрещина, это действительно один из механизмов развития атеросклеротических бляшек. То есть появляется микротрещина во внутренней оболочке сосуда, там откладывается холестерин, тромбы, в дальнейшем появляется кальций, воспалительный компонент, и начинается небольшое утолщение стенки сосуда, и потом вот этот стеноз может прогрессировать при неблагоприятном течении. А насколько велик наследственный фактор у этого заболевания? К сожалению, есть такой компонент, особенно, например, по морской линии, от, например, от сына к отцу, в принципе, можно ожидать повторения некоторых проблем со здоровьем. Говоря о причинах этого заболевания, есть ли риск у человека получить это заболевание, например, при избыточной массе тела, либо при вредных привычках, или что-то еще может повлиять на развитие и ускорить, например, этот процесс? В принципе, это тоже факторы риска, причем недостаточно значимые. Вот курение, например, это один из факторов, который приводит к развитию атеросклероза у женщин. То есть для женщин не очень характерно, если у них нет еще одного фактора сахарного диабета, то не очень характерны атеросклерозы, и вот такие грубые проявления. Но если мы таких женщин видим, на 80% они довольно много и с большим стажем курили, так скажем. Вот избыточная масса тела, к сожалению, тоже является известным фактором рисков развития этих проблем. И как вы ранее сказали, я так понимаю, что еще малоподвижный образ жизни тоже может способствовать развитию этому болезни. Да, но это те факторы, которые приводят к нарушению липидного обмена, то есть повышению общего холестерина и повышению той фракции холестерина. Это жироподобная такая субстанция, связанная с белком. Он называется для упрощения плохой холестерин, низкой плотности. Вот он, к сожалению, тоже легко откладывается в поврежденных стенках сосудов. Я правильно понимаю, что даже если, например, человек не имеет избыточной массы тела, ну, скажем так, его питание далеко от идеального, да? Это один момент. И питание с хорошими продуктами это тоже может способствовать. Да, и вот еще бывают врожденные нарушения обмена холестерина. И у этих пациентов такое вот именно злокачественное течение отрасклероза во всех бассейнах. Мы, к сожалению, сейчас вот видим каждую неделю таких пациентов, в том числе и женщин. Это еще одна из таких, ну, более редких причин, конечно, но это фактор риска очень высокий. А какова симптоматика у этого заболевания? Ну, если говорить непосредственно о сонных артериях, то достаточно долго это сужение вообще никак не проявляется. То есть, ну, бессимптомно. Не стоит связывать там с этой проблемой там забывчивость, например, головные боли. То есть, такие симптомы, которые, в принципе, много к каким болезням могут отнестись. Это вряд ли относится к патологии сонных артерий. Это другие проблемы, в том числе и мигрень, и проблемы с шейным отделом позвоночника и так далее. Вот. Здесь характерно симптомы немножко другие. Вот. Они могут быть приходящими, могут быть более длительными, стойкими, в том числе в виде уже дефектов таких. Но они будут односторонними, например, конечности верхней и нижней с одной стороны. Или там опущение угла рта, приходящее или длительное при инсульте, тоже с одной стороны. Нарушение одностороннее, нарушение зрения или выпадение болей зрения. Вот нарушение функции речи, например, может быть. И даже не нарушение функции речи, а нарушение восприятия. Это отдельные участки, чаще всего в левой каре большого мозга. И, то есть, это вот такие характерные симптомы, по которым можно заподозрить. А односторонность, она всегда присутствует? И вообще, вот всегда ли поражается только одна артерия? Или бывают случаи, когда обе артерии повреждены? Нет, бывают более сложные сочетания. Бывают даже, к сожалению, сочетания с другими факторами риска развития инсульта. Например, один из основных факторов – это нарушение ритма сердца. Когда из-за неритмичности работы камер сердца, в нем имеются такие участки, где кровь застаивается, образуются небольшие тромбы. И вот стоком крови они попадают в ветви головного мозга и вызывают инсульт. Это бывает даже чаще, чем поражение сонной артерии. Вот иногда эти вещи сочетаются. То есть мы иногда даже не можем понять конкретную причину. Но чаще всего все-таки есть такие вот односторонние поражения. Тем более надо понимать, что левая часть головного мозга отвечает за правые конечности, например. Вот по зрению наоборот. То есть вот там есть совершенно характерные, понятные… Но я правильно понимаю, когда уже эта симптоматика появилась, это уже болезни, я так понимаю, не на начальном этапе? То есть в самом начале никаких симптомов нет? В самом начале вообще чаще всего это происходит бессимптомно. Вот иногда мы находим при таком комплекс самообследования перед другими операциями. Ну это входит в наш стандарт обследования сонных… Случайно фактически обнаруживают. Да, ну это достаточно часто. То есть мы, например, у пациента критическая ишемия ноги. Вот мы его готовим к операции, обследуем сердце, сонные артерии, находим там грубый стеноз, допустим, 75-80%, который может осложниться инсультом просто при резком падении давления, например. То есть на определенном давлении этот стеноз, ну достаточно кровоснабжения, а вот если давление упадет во время, например, операции в другой системе, вот может случиться инсульт. И поэтому мы вот такие всегда обследования проводим у пациентов с атеросклерозом. Говоря об обследованиях, что представляет собой диагностика? Ну самый простой вот метод исследования, это такой врачебный, правда, ну это аускультация, обычная трубка, вот позади угла челюсти, при грубом стенозе в 80% будет слышен такой грубый систолический шум. Вот, ну правда не все врачи этим пользуются. То есть даже на звук можно, после на слух, точнее, можно определить, что есть уже проблемы. Есть другие артерии, подключичные артерии, но они тоже кровоснабжают, правда, заднюю отделу мозга, позвоночные артерии. Там еще может исчезнуть пульс на руке, то есть в типичном месте, или снизится давление на соответствующей руке, где закрыта подключичная артерия. В этой ситуации рука будет кровоснабжаться за счет мозга. И это называется синдром обкрадания, может быть инсульт. То есть во время физической работы вот этой пораженной конечностью, так скажем. Вот, ну основной метод на сегодняшний день, и, главное, очень доступный, абсолютно неинвазивный, безболезненный, да и недорогой, это ультразвук. То есть ультразвуковое триплесное сканирование. Дело в том, что сонная артерия, она поверхностно расположена, и для ультразвука очень удобно. Вот, видны все, во-первых, размеры, степень сужения, скоростные параметры кровотока. Дело в том, что при больших степенях сужения изменяется спектральный характер кровотока. И мы, честно говоря, даже больше ориентируемся на вот эти вещи при определении показаний к операции в плане значимости этого стеноза. То есть не нужно проводить исследования более серьезные, такие как компьютерная томография? То есть УЗИ достаточно для того, чтобы последовать? Для первого, так скажем, знакомства с врачом этого очень достаточно. Причем надо понимать, что ультразвук делают не везде одинаково хорошо. Мы, например, раньше вообще оперировали только по ультразвуку. Сейчас мы перед операцией в обязательном порядке выполняем ангиографию томографическую. Это внутривенно вводится контраст и выполняется контрастирование всех сосудов шеи, вплоть до основания мозга. Дело в том, что эти сосуды в основании мозга, они между собой соединяются. Вот у некоторых людей этот круг замкнут, и, соответственно, у них не бывает больших проблем, если даже закрывается полностью одна. А у некоторых он разомкнут, и это грозит моментально большим инсультом. На эти вопросы томография тоже позволяет ответить. Но томография нужна уже для таких решений экспертных. То есть нужна операция, или нужно подождать, или нужно наблюдать. Для первоначального определения, есть ли у человека атеросклероз. Дело в том, что сонная артерия, она вообще является показателем, есть ли в организме атеросклероз системный. Если есть утолщение, какая-то бляшка, даже небольшая, у молодого человека, допустим, 40 лет, то можно уже сказать, что это скрининговый метод такого вот общего системного атеросклероза. Ну, тем более, этот сосуд очень доступный для простого исследования, каким является ультразвук. Для исследования сосудов сердца гораздо более сложные, нужные тесты. Здесь действительно это очень удобно. Какие формы, клинические формы у стоноза сонных артерий бывают? Ну, вот чаще всего бессимптомные. То есть, чтобы случилось какое-то осложнение вот этой бляшки, гораздо реже вызываются инсульты или транзиторные ишемические атаки за счет очень сильного сужения. То есть, когда просто вот не хватает крови в связи с тем, что очень тонкий канал, через который проходит кровь. Гораздо чаще в самой бляшке происходят процессы, мы их называем нестабильные бляшки, то есть внутри холестерин практически в жидком таком виде. Вот. Или на этой бляшке есть трещины, на которой может фиксироваться тромба. И вот с током крови тромба уносится в головной мозг или фрагменты этой бляшки, иногда прямо кристаллы холестерина. Если они уносятся и закупорят более-менее важный сосуд головной мозги, может быть, или транзиторная атака, или инсульт. Вот такие проявления, собственно говоря. — Готовясь к нашей передаче, я прочла, что помимо вот этих самых бляшек в сонной артерии может еще быть так называемый спазм в сонной артерии. Это тоже относится к стенозу? Или это… — Нет, спазм все-таки больше характерен для сосудов самого мозга. То есть, причем он бывает очень серьезный, это возникает при разных, так скажем, церебральных катастрофах, в виде там прикровозлияния и так далее. С ним очень сложно бороться. И действительно, именно внутри мозга артерии более… Сама сонная артерия, конечно, может спазмировать, но это очень редко сопровождается какими-то изменениями. — Чуть ранее вы сказали о транзиторной ишемической атаке. Я так понимаю, что причиной этой самой транзиторной ишемической атаки становится стеноз артерии. Что тогда собой представляет эта самая ишемическая атака? Ну, во-первых, еще раз, или стеноз артерии, выраженный стеноз артерии, и, например, снижение давления. Это вот один механизм. И второй механизм, например, сужение артерии и нестабильная бляшка. Она имеет неровное покрытие, на нем задержались несколько тромбов, потом они закупорили мелкую артерию в головном мозге, и пока не включилось коллатеральное кровоснабжение, человек показывает вот эти симптомы. Симптомы, опять-таки, односторонние. Кратковременная потеря сознания, например, онемение части лица, верхней конечности, верхней и нижней конечности на одной стороне. Вот выпадение полиции зрения, иногда слепота на один глаз такая бывает ситуация, причем она может быть приходящей. То есть именно маленький кристалл холестерина может закупорить мелкую артерию сетчатки, и в этот момент человек ослепнет на один глаз. Вот часть пациентов нам попадает после консультации окулиста. Окулисты изучают глазное дно и видят, что там нарушено кровоснабжение. Они предполагают, ну я имею в виду хорошие окулисты, они предполагают, что, скорее всего, с этой же стороны будет какая-то нестабильная большая бляшка. И вот управляют таких пациентов нам. Также, я так понимаю, тоже развитием событий может являться инсульт, как вы сказали ранее, если обнаружится у человека стеноз сонной артерии. Да, то есть транзиторная атака – это вот эти нарушения, которые полностью прошли в течение нескольких часов, ну хотя бы так до суток. Это то, что в простонародье называется микроинсульт. То есть они проходят самостоятельно? Они проходят и полностью, не остается никакого дефицита, никакой слабости в руке, ничего не остается. Это транзиторная ишемическая атака. Она может повторяться иногда раз в полгода. Вот показанием к срочной операции при наличии сужения является транзиторная атака последние полгода. Если они прекратились, прошел год, вот по европейским рекомендациям, такого пациента можно при определенных процентах сужения наблюдать. То есть это связано с тем, что бляшка, так скажем, сгладилась, стабилизировалась. Но если они часто повторяются, то это очень плохо. И такого пациента надо максимально быстро оперировать при наличии значимого стеноза, поскольку может развиться уже не транзиторная атака, а именно инсульт, развернутый. Инсульт, то есть это некроз или инфаркт участка мозга, связанный с нарушением кровообращения, который, к сожалению, имеет стойкий в дальнейшем дефицит. Он может постановиться, может остаться навсегда в виде параличей и так далее. Но это более серьезная, конечно, ситуация. Давайте поговорим теперь о лечении. Какие виды лечения существуют в стенозе? Я так понимаю, бывают и медикаментозные, и хирургические путевые. Давайте более серьезно и более детально разберем эти виды. Да. Дело в том, что пациентов с атеросклерозом наблюдают, например, терапевты или кардиологи. В их стандарты входит и ультразвуковое исследование. И если выявляются вот такие проценты сужения, как 25-30, иногда 40%, то это не требует каких-то оперативных воздействий, но это требует такого совершенно точно описанного медикаментозного лечения и устранения всех факторов риска, которые есть в данном процессе. То есть высокое давление. Обязательно это нужно не на короткий срок, это нужно делать длительно и постоянно. Вот снижение холестерина с контролем его фракций и так далее. Вот борьба с лишним весом, борьба с курением. А медикаментозное лечение, как долго оно продолжается или делается контроль, и если увеличился просвет, то его отняет? Нет, просвет вряд ли увеличится. То есть он уже вот на той стадии? Если там нет тромботических каких-то наложений, вот только в этой ситуации иногда у нас уменьшается процент сужения. Вот если это все-таки атеросклеротическая бляшка, то речь идет о стабилизации процесса. То есть она становится гладкой, нет угрозы вот этих микроэмболических, как мы говорим, событий, то есть отрыва участков бляшки, покрышки бляшки, выхода от содержимого жидкого бляшки при травме. То есть она абсолютно гладкая, как мы говорим, фиброзная, то есть такая покрыта рубцовой тканью. Вот при стабилизации этой бляшки мы считаем, что этого пациента надо наблюдать. Ну то есть происходит отмена тогда медикамента? Отмена, к сожалению, вряд ли. То есть это на всю жизнь? Подбор дозы, да. Подбор дозы, скорее всего, нужен. То есть это, например, при снижении общего холестерина надо смотреть, как реагирует печень на этот препарат, и можно ли уменьшить дозу статинов, которые используются в основном для лечения нарушений. Скорее всего, будет кардиологический аспирин в маленькой дозе. Он еще сделан в такой оболочке, чтобы не раздражать желудок. И различные препараты в плане лечения артериальной гипертензии. Обычно вот таким образом. Кроме медикаментозного, какие виды лечения еще есть? Ну, операции имеют сейчас, для тех врачей, которые ориентируются на европейские последние рекомендации, абсолютно строго очерченные показания, в том числе это инсульты и транзиторные атаки, большие степени стоноза, ну, грубо говоря, это более 75%. В ряде случаев выполняются операции и на бессимптомной стадии, то есть ничем не проявилось. Такой пациент, скорее всего, попал к нам по поводу поражения других бассейнов, артерий ног, там, или брюшной аорты, сердце и так далее. Поскольку мы видим, что, во-первых, большой процент сужения, во-вторых, не очень нестабильная бляшка, то есть есть язва, например, в этой бляшке, и мы по вот этим ультразвуковым и томографическим критериям определяем, что лучше такого пациента планово соперировать. А что с собой представляет операция? Потому что представить операцию на сосуде, конечно, не медику очень тяжело. Как она выглядит? Уже вот лет 50 существует открытая операция, называется каротидная эндартерактомия. Это разрез на шеи, доступ вот к этой вот развилке, которую вы показывали, удаление вот этой бляшки и восстановление просвета, ну там, так скажем, хирургическим способом, то есть сосудистым швом. Операция... Практически весь средний слой артерии, в котором эти все изменения. Вот. Затем идет на фоне медикаментозного лечения, значит, такой восстановительный период. Она изнутри покрывается таким тонким рубцом, и просвета ее вполне достаточный. И достаточно редко встречаются рецидивы в этой зоне, поскольку, ну, уже другая ткань не представлена. Это операция чаще всего под общим наркозом, продолжительность сегодня не очень большая, но это все-таки операция на сосудах головного мозга. И другой вариант операции, это вот, он помоложе, ему нет, наверное, еще и 20 лет. Это эндоваскулярный такой способ лечения, стентирование сонной артерии. Вот он имеет свои, конечно, особенности именно, потому что это сосуд, питающий головной мозг. Мы практически в других сегментах никогда не используем фильтр специальный, но здесь фильтр нужен обязательно. То есть, поскольку при любом воздействии на эту бляшку, даже при раздувании баллона, который там производится, при имплантации стента, это такая сетчатая цилиндрическая структура, которая поддерживает просвет именно нужного диаметра. То есть, ну, обычно нам хватает 5 миллиметров. То есть, мы восстанавливаем просвет 5-миллиметровый, высоким давлением баллоном впечатываем вот этот стент, как бы, изнутри. Вот. Во все эти моменты могут оторваться фрагменты бляшек. Поэтому вот именно при этой операции используется специальный фильтр. В которых... Да, он в раскрытом виде на всех этапах находится под основанием, ну, тоже в общей внутренней сонной артерии под основанием мозга. Вот. Потом он просто складывается, и мы там иногда находим прямо вот фрагменты бляшки, какие-то старые тромбы и так далее. Если этого не делать, к сожалению, это довольно чревато. То есть, может быть, инсульт прямо в ходе операции. А шунтирование что такое? Шунтирование, на самом деле, распространенная операция на других бассейнах. Например, аортокоронарное шунтирование – это при больших проблемах с артериями сердца, с коронарными артериями, когда поражены 2 или 3 артерии. И в этой ситуации по-прежнему выполняется аортокоронарное шунтирование. На артериях ноги при длинных поражениях, например, иногда закрытые сосуды на протяжении 40-50 сантиметров. Это когда мы пускаем сосуд в обход закрытого участка. Это может быть его собственная вена пациента, может быть синтетический протез. На сунных артериях, ну, это такие очень эксклюзивные операции, достаточно редко они встречаются. Это, ну, интересная операция, ну, это с моей позиции. Как часто после вот всех этих операций, всех видов операций, которые мы с вами только что обсудили, происходит рецидив? И от чего зависит его возникновение? Ну, к счастью, так скажем, рецидивы встречаются не очень часто. Вот они, к сожалению, зависят очень часто от пациентов. Мы таких пациентов называем некомплайсно. То есть они не исполняют наших рекомендаций. Они продолжают курить, они не пьют статины, не снижают таким образом плохой холестерин. Вот они не пьют даже кардиологические дозы аспирина. То есть все делают для того, чтобы, к сожалению... К сожалению, да. На этом фоне, на фоне еще нелеченной артериальной гипертонии, может быть сужение. Но сужение в этой же зоне, в принципе, чаще всего сейчас лечится именно эндоваскулярно. Потому что, ну, то есть с стентированием. Поскольку там гораздо легче, там не так опасна вот эта эмболия, поскольку это рубцовый уже процесс. И, ну, то есть таких пациентов чаще всего мы уже стентируем. Ну, при этом мы, конечно, наверное, больше часа мы объясняем, что так жить нельзя дальше. Вот обычно... А вид операции, правильно понимаешь, что вид операции зависит от той степени стеноза, которая присутствует у пациента? Или еще какие-то факторы на это влияют? Вообще какие, например, противопоказания к тому или иному виду таких операций существуют? Например, для открытой хирургии, для каротидной эндартерактомии противопоказания большие проблемы другого порядка имеется в виду с сердцем. Какие-то противопоказания к общему наркозу, грубые нарушения сердечного ритма. Вот такие вещи. Вот, например, большие проблемы с... Хронические проблемы с легкими, типа бронхиальной астмы. Таким пациентам, конечно, общий наркоз давать, наверное, не стоит, поскольку таких пациентов мы стентируем однозначно. Вот по техническим моментам сейчас очень много вариантов для эндоваскулярного решения. То есть если раньше, например, были изгибы в артерии или бляшка была такая мягкая, нестабильная, то считалось, что стентировать таких пациентов лучше не нужно, поскольку во время манипуляции могут быть проблемы. Сейчас настолько развита вот эта индустрия эндоваскулярных инструментов, что есть специальные стенты для всех позиций. То есть есть стенты с мелкой ячейкой, которые не дают, так скажем, продавливаться элементам бляшки. Есть мягкие стенты, которые повторяют изгибы. Вот есть, помимо фильтров, есть другой способ защиты. Это когда временно просто перекрывается кровоток, и потом эта зона промывается током крови. В общем, на самом деле сейчас эндоваскулярных решений очень много. И в возрастных, я так понимаю, противопоказаний нет к этим методам? Нет. Мы говорили в самом начале, что это достаточно возрастная болезнь. Больше зависит все-таки от состояния здоровья пациента. То есть мы обычно общаемся совместно с кардиологами и анестезиологами. Если анестезиологи очень плохо настроены к общему наркозу, то мы рассматриваем пациента, наверное, все-таки на эндоваскулярный способ лечения. Если при прочих равных условиях больших проблем в других системах нет, мы, наверное, такого пациента соперируем открыто, поскольку немножко меньше процента рецидивов после открытой хирургии. Как долго идет реабилитация после таких операций? Тоже немножко зависит от способа операции. Конечно, после эндоваскулярного лечения реабилитация гораздо быстрее. Обычно это 2-3 дня, и пациент выписывается из стационара. После открытой хирургии это где-то 5 дней обычно. Сейчас не нужно снимать швы. Сейчас швы такие несъемные, небольшие разрезы. Но все равно это большая операция. И еще один момент у некоторых пациентов после операции, независимо от способа, может меняться артериальное давление. То есть если пациент гипертоник, он принимал иногда 2, иногда 3 препарата, после этой операции, в связи с тем, что кровь, грубо говоря, стала хорошо поступать в мозг, тот начинает реагировать. И вот эти, так скажем, вазопрессорные воздействия, то есть подстегивающие давление воздействия, он мозг снимает. И, соответственно, нам нужно время, чтобы подобрать дозу по поводу лечения гипертонии у таких пациентов. В некоторых снижается очень значительно, так скажем. Александр Владимирович, скажите, пожалуйста, а стоит ли, если стоит, то с какого возраста стоит проверять свои сонные артерии, я имею в виду УЗИ, если, например, у кого-то из родителей в анамнезе есть такое заболевание? И если такого заболевания нет, с какого возраста нужно проверять свои сонные артерии? Тут зависит от, есть ли другие факторы риска, помимо наследств. Если факторов риска несколько, например, диабет сахарный, например, ожирение или гипертония с достаточно длительным сроком. Если пациент курит, особенно если это женщина, я бы где-то рекомендовал лет в 40 хотя бы скринингово, так скажем. Это быстрое исследование. Просто поражения сонных артерий на ультразвуке видны очень хорошо. То есть раз в год проходить это? Может быть, даже и не раз в год. Хотя бы единожды это сделать, если у вас есть факторы риска. Если они увеличиваются с возрастом, появляются другие какие-то проблемы, то можно, в принципе, делать и раз в год. Но в этой ситуации все равно вы попадаете в поле зрения кардиолога, невролога или, не дай бог, сосудистого хирурга. Врачи сами направят у вас на ультразвуке. А так я бы где-то лет в 40 хотя бы это сделал. В завершении программы давайте напомним о профилактике. Что нужно делать каждому из нас, чтобы не столкнуться с этим заболеванием или минимизировать максимально возможности его наступления? Да, надо понимать, что эта ситуация связана в основном с атеросклерозом и надо воздействовать на факторы риска, которые на него воздействуют. Мы уже их сегодня и называли. Это и лишний вес, и курение, и нелеченая высокая гипертония, и сахарный диабет плохо откоррегированный. И вот воздействием на вот эти факторы вы, в принципе, можете себя в какой-то мере обезопасить от этой неблагоприятной ситуации. То есть убираем нехорошие привычки, много двигаемся, следим за весом и за тем, что едим. Да, но иногда все-таки обращаемся к врачу. Это правильно. Александр Владимирович, время нашей программы подошло к концу. Я благодарю вас, что сегодня были нашим гостем. Спасибо. Спасибо. Это была программа «Поговорите с доктором». Меня зовут Дарья Шулик. Берегите себя и до встречи на телеканале ДОН-24. Одежда ведущим предоставлена магазином женской одежды премиум-класса «Лусио». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова